Библейский портал экзегет.ру представляет будет географической. Вот все нужно упорядочить. Племя за племенем, бывшие рабы переходят из Египта в обетованную землю, где они станут народом, оседложивущим на этой земле. И по дороге они... Ну, вот что такое толпа рабов? Понятно, что это такая хаотичная стихия. По дороге они начинают обретать упорядоченность. Народ — это упорядоченность. То есть религия, культура, государство, все то, что у них возникает. Государства еще, допустим, нет, но все остальное — да. Это прежде всего вот некоторая размеренность. Где, что, куда, как. Вот книга чисел эту размеренность и задает, причем задает заранее. И 34 глава рисует границы. Это надо на карте, конечно, изображать, но мы примерно представляем себе, где большинство из этих географических названий находится. Господь сказал Моисею, «Отдайся нам, Израилевам, такие распоряжения. Скоро вы войдете в Ханаан». Ну вот, обетованная земля, которая несколько шире, чем современная территория государства Израиля. И вот земля, которая вам достанется, земля Ханаана в его границах. На юге ваши владения будут начинаться от пустыни Цинн и рубежей Дома. Ваша южная граница будет начинаться от края Мертвого моря на востоке. Затем, повернув, пройдет южнее Скорпионово подъема. Минует Цинн с юга, обойдет Кадеш Барнея, выйдет Хасар Аддару, минует Ацмон. От Ацмона граница пройдет море. Обратим внимание, что к Красному морю эта территория не выходит, в отличие от современного Израиля. В вашей западной границе будет Великое море. Она ваша граница на западе. Средиземное море, очевидно. Вот ваша северная граница. Приведите ее от Великого моря до горы Ор, от горы Ор до Лево-Хамата. Далее граница пройдет до Цедада, выйдет к Зефрун и достигнет Хасар Аддару. Это ваша северная граница. К сожалению, мало мы понимаем, где это было, потому что древние названия городов и гор. Вашу восточную границу приведите от Хасар-Арнана до Шефама. От Шефама она спустится до Ревлы, что к востоку от Айны, и пойдет дальше вниз, до восточного берега озера Кенерет. Затем граница пойдет вниз вдоль Ордана до Мертвого моря. Это будет ваша страна, таковы ее границы. Интересно, что, собственно говоря, вот отчасти она совпадает с границами современного Израиля, но за Иорданом жили все самые племена, уже живут в этот момент Рувима. Моисей передал все эти распоряжения сынам Израилевым и сказал им, «Это земля, которую вы должны разделить между собой по жребию. Господь велел отдать ее девяти с половиной племенам. Племя потомков Рувима, все роды Рувима, и племя потомков Гады, все роды Гадовы, уже получили свои наделы, как и половина племени Моносей». То есть они тоже часть Израиля, но не в Ханаане, да, вот на его подступах. Это сегодняшняя территория Иордании. Эти два с половиной племени получили свое надело к востоку от Иордана напротив Иерихона, на восточном берегу реки. А, собственно, Иордан разделяет Иерихон, и Ханаан от не Ханаана. «Господь сказал Моисею, вот именно те, кто будет делить между вами эту землю, священник Иллиазар и Иисус Новин». Ну, то есть главное, потому что Моисей уже заканчивает свою жизнь. «Еще возьмите для раздела земли по одному вождю от каждого племени. Вот их имена. От племени Иуда – Калев, сын Ифуны. От племени Семена – Самуил, сын Амихуда. От племени Вениамина – Элида, сын Кислона. От племени Дана – вождь Буки, сын Иогли. Из потомков Иосифа. От племени Манасии – вождь Ханниел, сын Эфода. От племени Ефрема – вождь Кемоэл, сын Шефтана. От Иосифа уже два племени Манасии и Эфрем. От племени Завулона – вождь Илицафан, сын Парнаха. От племени Исахара – вождь Полтиел, сын Азана. От племени Асиры – вождь Ахихуд, сын Шеломи. От племени Нефалима – вождь Педаэл, сын Амихуда. То есть комиссия, в которой представлены все племена на равной основе, чтобы никто не считал себя обиженным. Это люди, которым Господь повелел разделить Ханаан между сыновьями Израилевыми. И вот смотрите, граница очерчена, комиссия, которая будет с этим разбираться, создана. А дальше, 35-е, будет обсуждать очень интересный вопрос. Ведь нам еще нужно две категории городов. Это города для левитов, в которых нет своего надела, и города-убежища. Вот они в 35-е будут объяснены. Продолжение следует...